Далее в программе. С таблетками или без? Как жить с диагнозом гипертония? Беленков Юрий Никитич. Вице-президент Российского кардиологического общества, академик Российской академии наук. Директор клиники госпитальной терапии номер один лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. 45 лет в профессии. Ему доверяли своё здоровье лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, первый президент России Борис Ельцин, патриарх московский и всея Руси Алексей Второй и другие. Доброе утро. Ну что ж, друзья, поговорим о артериальном давлении. Как-то всегда артериальное давление связывается с таблетками. А давайте поговорим о том, можно ли обойтись без таблеток. Повышенное давление с медицинской точки зрения называется артериальная гипертензия. Заболевание встречается от 35 до 45% людей в зависимости от региона проживания. Наименьший процент в азиатских странах. Наибольший процент в США, России и в целом в тех странах, где большие проблемы с ожирением, алкоголем, курением. Гипертензия, даже купированная препаратами, все равно любит, когда человек отказывается от излишней соли в рационе. Больших доз алкоголя, сигарет, когда он начинает заниматься физкультурой и плаванием, снижает свой вес до нормы, не кричит изо дня в день на родных и сотрудников по работе, больше спит и меньше работает по ночам. Но для начала повышенное давление надо обнаружить и взять под контроль. По каким признакам можно распознать гипертензию? И как научиться жить с диагнозом гипертония? Итак, нормальное давление для всех возрастных групп 120-129 на 80-84. Уже давление 130-139 на 85-89 высокое нормальное. И уже выше 140 – это уже гипертония, которая делится на определенные степени. Давайте же думать, что мы будем делать. Скажите, пожалуйста, вот вы, к сожалению, имеете опыт. Да, был инсульт? Да. Бажена Домбровская, 45 лет. Ненормированный сон, переработка на работе, стрессовые ситуации, восприятие ситуации близко к душе и ненормированное питание. И потом однажды встаешь, проваливаешься в обморочное состояние, полтора часа я где-то летала, и очнулась в больнице. Бажена, скажите, а у мамы, как со здоровьем вашей мамы? У них все в порядке. Может быть, у дедушки с бабушкой было, но я их мало видела, мы в разных городах жили. Елена, вы у нас гипертоник? Получается, да. Елена Парфенова, 49 лет. А как вы вначале принимали лекарства? Когда повышалось давление? Вначале, да. Когда сильно повышалось, принимала, потом обратилась к врачу. Мне выписывали лекарства на постоянный прием. Я, естественно, была против, что я бабушка, чтобы принимать там каждый день все эти лекарства. Но в итоге врачи мне все-таки порекомендовали это делать, и теперь я это делаю. Все-таки, ну, можно направить женщину на путь истины. Галь, а вот вы, по-моему, сторонник традиционных методов. Ну, у меня все бывает. Ну, у меня после инфаркта бывает и высокое давление. Ну, я держу, конечно, препаратами. Ну, когда... А из народных средств чего применяете? То есть и календула, и душица, имбирь. Помогает? Помогает. Пустырник там помогает. Они успокаивают. Мятный чай, вот с мятой. Скажите мне, пожалуйста, я думаю, этот вопрос, наверное, и к Лене и Гале. Такой интимный вопрос. Вы храпите? Нет. Слава Богу, нет. Говорят, что да. Есть еще одна особенность, которая, к сожалению, приводит к гипертонии. Это так называемые остановки дыхания во время сна. Знаете, как храпят мужчины, да? Он храпит, 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 он остановился. Пауза. Потом, да, и снова захрапил. Вот. Это так называемое слипопное. То есть остановка дыхания во время сна. Как будто бы ерунда. Ну, если суммировать всю ночь, оказывается, что человек не дышит минут 25-30. И в это время кровь не поступает головному мозгу. И, естественно, что делает мозг? Говорит, мне не хватает крови. Что делает организм? Повышает давление. И бывают ситуации какие? Ну, все мы испробовали. Препараты. Душицу, я не знаю, календулу, да? Ничего не помогает. И только когда мы начинаем разбираться со слипопное, и не очень сложным методом, и мы все-таки добиваемся эффекта, ну, так называемой слипоптерапией, не очень приятно спать с маской. Но как только человек понимает, что он выспался впервые за 15 лет, да, все, принимает как вилентин. И это помогает снизить артериальное давление. Итак, что же мы делаем? При давлении 120-129 мы радуемся. Но как только давление повышается до 130-139, мы идем к врачу. И врач говорит, давайте-ка мы попробуем со здорового образа жизни. Это увеличение физической активности, Алексей. Вот у вас снижается давление, когда вы занимаетесь физической активностью? Ну да, конечно. Алексей Калашников, 33 года. А до этого давление было достаточно, ну, повышалось, по крайней мере? Повышалось. Было очень тяжело. Сопровождалось значительными головными болями, отечностью конечностей. И все-таки вы себя преодолели, начали заниматься физической активностью и... Начал заниматься растяжкой, йогой и вылечил свои проблемы. Можете показать? Да, конечно. Давайте. Господи. Классно. Да. Серьезно? Серьезно, так? Хорошо. Вот. Молодец. 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 Ну, давайте так. Всем такую вещь я делать не советую. Меня хватает только на пилатес. Вот. Но гантели пришлось забросить штановые турники. Важаемые гости, уважаемые друзья, да все равно мне какая физическая активность. Самое главное, чтобы она была. Следующее. Снижение массы тела. Почему? Потому что жировая ткань, она живая. Она пронизана сосудами. Ей надо питаться кровью. И для того, чтобы прокачать вот всю вот эту вот систему, организм повышает давление. Ограничение поваренной соли. Я могу сказать, что так по нашим раскладам, по медицинским, да, вполне хватает соли, которая исходно содержится в тех продуктах, которые вы покупаете в магазине. Максимум, что можете досолить, это чайную ложку. Конечно, это особенно для женщин. К сожалению, сейчас женщины курят не меньше, чем мужчины. И это для них очень серьезный фактор. И самое главное, последнее, при давлении выше 139 лекарства, только если первично мы нашли случай повышения давления. Вот когда вы пришли к доктору первый раз. 140 лекарства, он может сказать, знаете что, Лен, ну, займитесь спортом, скиньте вес, попейте каких-то вот из, то, что вот Галя очень любит применять. Тут все, и шиповник, и календула, и боярышник, чабрец, и приходите ко мне через месяц, скажет доктор. Придете с давлением 130, повезло, продолжайте в том же духе. Придете 145, 150, мы начинаем лечение, причем сразу и регулярное. Вот такие, как будто бы немудрые советы. Спасибо за внимание. Если остались вопросы, приходите ко мне на консультацию. До свидания. Первое, что тысячелетие тому назад начали звучать врачи, или врачи тогда не было, жрецы были, да, это пульс. Говорят, что китайские доктора тогда по пульсу умели диагностировать 3000 заболеваний. Однажды легендарный китайский врач Бян Цао, живший в 6 веке до нашей эры, был приглашен к заболевшей дочери знатного мандарина, но с условием не прикасаться к девушке. Тогда Бян Цао попросил привязать к руке больной длинный шнур, а другой конец дать ему. Слуги мандарина обманули лекаря и привязали шнур к лапе собаки. Бян Цао заметил, что вибрации, которые он ощущает, это не вибрации человека, а животного, к тому же больного глистами. Испугавшись порицания, слуги привязали шнур к руке девушки, но и в этом случае Бян Цао определил недуг больной. Диагностика по пульсу является древнейшим методом, и даже секундная стрелка на часах появилась именно для измерения пульса. Прежде всего проведем небольшой, это не эксперимент, это тест. Как измеряется пульс? Берете свою правую руку, да-да-да, берете-берете, и вот сюда вот на это место двумя пальцами. Все чувствуют пульс, да? Сейчас нам скомандуют раз, это будет первый удар. И 30 секунд вы будете про себя считать. Когда скажет два, вы закончите, а потом эту цифру умножите на два. Ну давайте, раз. Так. Два. Сколько? 60. 60. Сколько? Так, 37 надо, это будет 74. А? 74. Так. 76. 76. И 27 на 2 сколько? А, 54. О, спортсмен. Ну и у меня. Получилось 72. Вот перед вами яркое представление нормы пульса. То есть от 60, ну до 80. У кого меняется пульс? Это нарушение регуляции сокращения. Ну, наиболее яркий пример. Девушка готовится к свиданию. Или молодой человек готовится к экзамену. Естественно, у них начинается тахикардия, как мы говорим. Это вопрос проходящий, но это может быть и сердечная недостаточность. Человек тогда имеет тахикардию, потому что сердцу трудно работать как насосу, и он компенсирует вот этот вот недостаток за счет частоты сердечных сокращений. Это теретоксикоз. Повышение функции щитовидной железы, гормоны щитовидной железы вызывают тахикардию. Это анемия. Потеря крови – это потеря части кислорода, который переносится эритроцитами. И сердце пытается компенсировать это все за счет увеличения своей частоты. И есть другая ипостась. Это редкий пульс. Это так называемые блокады сердца. И они требуют совершенно другого отношения. Александр, у вас стоит кардиостимулятор. Да. Александр Ратников, 59 лет. Мне после имплантации артального клапана началась аритмия. То есть сердце стало почему-то работать на низкой частоте, скажем так. Было мало сокращений, как я понял. Были перебои. И вот мне в первом году поставили первый кардиостимулятор. Ну вот я его регулярно меняю, там, раз в 9 лет примерно. И так да. Под кожу. Вживляется небольшой. Приборчик, от которого отходят 2 или 3 теперь уже электрода. Правый желудочек. А сейчас есть еще такие сложные стимуляторы, которые еще и в левый желудочек заходят. И это фактически сейчас как хороший компьютер. То есть они дают столько сокращений, сколько человеку надо. Кардиостимулятор считает шаги. Побольше шагов стало, побыстрее. Он побыстрее дает частоту. Помедленнее, он помедленнее. Почему он служит 9 лет, иногда даже больше, да? Он очень часто бывает в режиме ожидания. То есть если ему задали, допустим, я не знаю, 64 удара в минуту. Если у человека 64 удара в минуту, зачем ему работать? А вот если у него будет недостаточно или, наоборот, избыточно, он начинает работать. Наташа, тиротоксикоз? Да. Наталья Левитова, 60 лет. Большая тахикардия бывает? Или все-таки вы компенсируете? Наверное, компенсируют. Большая, наверное, не бывает. Когда вы считаете, что у вас большая частота? 80. Ну, тут ситуация такая, вы, так сказать, и по внешнему виду, и по складу, вы очень упорядоченный человек, поэтому я понимаю, что вы все это вовремя компенсируете. Но если прекратите прием препаратов, которые вам рекомендовали докринологи, да, единственное, что будет хорошее, и то в кавычках, это вес уменьшится. Просто похудеете за счет того, что у вас будут сжигаться белки, сжигаться углеводы, сжигаться жиры. Ничего хорошего в этом, честно говоря, нет. Поняла. И одним из проявлений такой, будем так, декомпенсации функции щитовидной железы является упорная тяжелая тахикардия за сотню. Итак, частота телесокращений, она и генетически обусловлена, и ситуационно обусловлена, и обусловлена степенью, будем говорить так, здоровья. Так можем ли мы ее регулировать? Дыхательное упражнение. В принципе, при каждом вдохе сердцебиение урежается, при каждом выдохе оно становится чуть-чуть больше, чуть-чуть выше. Ну, плюс-минус два удара, это просто мы, врачи, это знаем. Массаж шеи, если, допустим, высокая тахикардия, да, ну, случилась такая штука, просто помассировать шею. Тут есть такие определенные сплетения, не давить, а то будет это как спецприем из кунфу или из чего-то еще, да, просто помассировать. Массаж глазных яблок. Массаж. То есть у нас есть другая процедура у врачей, когда есть упорная тахикардия, мы иногда надавливаем на глазные яблоки, это вызывает очень сильный, как мы говорим, вагусный рефлекс, это резко обрывает приступ тахикардии. Но это мы можем, когда человек под контролем. Обычно все-таки помассировать. Если все уже ушло, без медикаментов не обойтись. И, конечно, это кардиостимуляторы, когда блокада сердца. Вот такой разговор по поводу достаточно простой вещи, как пульс человека. Это один из компонентов, один из факторов, которые нужно наблюдать. Как будто бы немудрый и простой показатель, который очень много вам может сказать, даже вам. До того, как вы придете к доктору, просто контролируйте себя. Научитесь правильно находить пульс и правильно его считать. Спасибо вам всем, остались вопросы, приходите в гости на консультацию. До свидания.